Всем привет с канала Голодная Полка и сегодня мы посмотрим на Spawn Rebirth номер 10 серии Colortops. Я о нем писал уже в нашем паблике, это релиз 2016 года и мне было очень обидно, что я его пропустил в этом году. Наконец-то у меня до него дотянулись руки и давайте посмотрим на него повнимательнее. Итак, коробка оформлена на следующем образом, как всегда, вот это пластиковое окошко. Art Spawn Rebirth номер 10. Серия Colortops включает в себя вообще фигурки не только по комиксам, но это также видеоигры, кинофильмы и прочее. Здесь у нас этот значок, собственно говоря, что это комикс-серия, кто бы мог подумать. McFarlane Toys. С обратной стороны у нас здесь сам Spawn, но мы на это посмотрим повнимательнее, не обязательно смотреть на коробку. С этой стороны у нас идет номер. Год выпуска 2016, номер 10. Итак, я вытащил уже Spawn, вставил ему в руки оружие. Кстати, оно очень туго заходит, и за счет того, что здесь у нас точки артикуляции добавлены в эту фигурку, советую очень аккуратно ставить это оружие, потому что вот это тонкое соединение не внушает никакого доверия. Мне кажется, эти руки могут легко сломаться, если какое-то неаккуратное движение сделать, напор дать сильный, и будет плохо. Потом вы будете дружить с суперклеем. В комплекте у нас идет пара мощных пушек. Вот это она, допустим, внутри полая. Чувствуется то, что это два куска пластика соединенных вместе, и покрашена она вот просто идеально. Такие вот вставки вроде этих маленьких болтов, шурупов. Здесь какие-то элементы позолоченного цвета. Все выполнено. Ну просто вау. Посмотрите на это, бесконечное количество деталей. Кстати, довольно легкая. Футуристичность и практичность этого оружия, конечно, под большим вопросом. То есть у вас здесь шотган, и в то же время ракетница, и снаряд попадает в зону обстрела. В общем, 90-е, экстремальность 90-х во всей своей красе. Ну и также в комплекте идет пистолет, который выполнен тоже очень здорово. Мы можем наблюдать здесь патроны, которые в магазине, какие-то элементы, шестеренки. Они точно так же прокрашены. Выполнено все очень-очень аккуратно. Из точки артикуляции здесь поворот вот в этой области. Сами руки, кисти. Голова, кстати, тоже поворачивается. Здесь у нас у спауна патронтаж, который с обратной стороны не прокрашен. С фронтальной стороны все здорово, но и вряд ли вы будете это переворачивать. Я нашел уже небольшой недостаток покраски. Это сам узор на костюме, он немного смещен, но в принципе это не сильно и критично. Только если вот всматриваться прямо вблизи, то да, это бросается в глаза. Цепь резиновой не настоящей. С обратной стороны она закреплена, чтобы, не знаю, зачем. У самого спауна, кстати, очень здорово покрашены глаза. Здесь используется такой необычный зеленый цвет, а с серебристым таким оттенком, знаете, вот были гелевые ручки, может быть, кто-то застал. Сами черепа здесь плоские, допустим, как рисовал сам McFarlane. Плащ, кстати, такой, это мягкая резина. Под плащом все так же прокрашено. Нету, знаете, такого, что вы отодвигаете плащ, а здесь тупо все черное. Нет, все здорово. Все более чем здорово. Плащ, кстати, здесь не просто покрашен в красный, а используется, знаете, технология похожа, когда выкрашивают все в черный цвет, а потом просто губка из горячей водой это стирает. И в итоге все поры остаются забиты черной краской. Но за счет этого здесь и получились некоторые минусы. Допустим, вот в этой области такой грязный след. Здесь в комплекте идет такая, ну, обычная подставка, ничего не примечательного, просто маленький кусочек пластика такой со ступеньками. Заклепки на всех карманах очень аккуратно прокрашены. Вы можете видеть то, что ни один цвет не вышел ни за одну грань. На скульпте видны вот эти вены. Здесь, в общем-то, у спауна даже ногти видны. И такие более, более похожи на когти, я бы сказал. Используется очень правильно, как мне кажется, цвет. Это такой черный матовый, но при этом он немного отливает. И за счет этого вся мускулатура этого скульпта, она на освещении очень хорошо играет и отлично видна. Итак, вот такой вот он спаун от McFarlane Toys 2016 год, Rebirth, номер 10, Colour Tops. Мой вариант, конечно, не без недостатков покраски. Но за счет того, что она совсем небольшого размера, это вообще не критично. И смотрится очень, очень здорово эта статуэтка. Она очень детальная. Как всегда у McFarlane Toys с великолепной детализацией. Выглядят они очень здорово. Этот спаун немножко поярче по сравнению с моим предыдущим. Цепи у него, конечно, резиновые. Но самый большой плюс этой статуэтки, это то, что она на старте стоила всего 1000 рублей по нынешнему курсу. Сейчас он мне достался за 1500 рублей. В наших российских интернет-магазинах мне он попадался уже за 2500. Видел за 3000, перепродавали. Ну, в общем, в целом это просто коллекционный экземпляр и он постепенно дорожает. Но, давайте так, за стартовую цену 1000 рублей это просто охренительнейший экземпляр и действительно стоит своих денег. К тому же к минусам я бы отнес точки артикуляции, но это сугубо лично, я просто их не люблю. Но между делом очень большое количество людей просило добавить Тодда McFarlane точки артикуляции в продукцию. Кому-то это действительно нужно, кому-то это правда необходимо. Может быть какая-то маленькая возможность немного настраивать позу, но не знаю, зачем это надо. Есть еще вариант к этой статуэтке, это Гамбургер Хэт, спалм без маски, которая, кстати, тоже здорово смотрится, но я вот захотел вот этот вариант. В общем, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заглядывайте в паблик, смотрите фильм о Тодде McFarlane в нашем паблике. И еще увидимся. Всем пока!